А для начала подпишись на канал и поставь лайк. После смерти супруги Нины Васильевны артист стал затворником, а последние месяцы жизни и вовсе провел в доме престарелых. Недавно появилась новость об ухудшении здоровья Леонида Куравлева, а сегодня стало известно о его кончине. Недавно у 85-летнего артиста обнаружили воспаление легких, более того у него было диагностировано серьезное поражение мозга. В последние дни жизни звезды фильма Афоня не мог есть самостоятельно, в его желудок была вставлена трубка, через которую поступало питание. Поклонники творчества Куравлева не могут поверить в трагедию и выражают слова соболезнования его близким дочери Екатерине, сыну Василию и внукам. К слову, семья артиста его смерть пока никак не прокомментировала. Напомним, в 2012 году Леонид Вячеславович похоронил любимую супругу Нину Васильевну, с которой прожил более 50 лет. С тех пор актер ушел в себя и предпочитал не появляться на светских мероприятиях. Последние месяцы жизни звезда советского кино провел в специальном учреждении для пожилых людей. Куравлев поступил к нам летом, то есть примерно полгода назад. Как я поняла именно с последствиями своего горевания после смерти жены. В апатии депрессии. При этом Леонид Вячеславович был и физически в плохом состоянии, которое шло от невозможности без нее жить. Он лежал не ходил совсем. Конечно изменился с возрастом, похудел, но был узнаваем. Закрываться, как мне рассказали, стал давно и постепенно, сначала сужал круг, а потом вообще перестал общаться с людьми. Дети поняли, что сами не справляются, хотели ему помочь, вернуть в реальность, чтобы он хоть с кем-то контактировал. Ведь раньше Куравлев по большому счету был душой компании, рассказывали стар хиту сотрудники пансионата.